Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас техническая рубрика. Она техническая настолько, что о технике мы говорить не будем. Но что бывает такого, с чем техника дружит? Так вот, как я вам уже сказал, что рубрика у нас техническая. И сегодня мы будем говорить с вами про обязательную составляющую всего технического яхтинга пробухло. Поэтому детей убираем от ваших плоских экранов. Сами наслаждаемся прекрасной погодой карибской, которая, я бы сказал, даже отчасти мердическая. Но мы сегодня будем готовить с вами два алкогольных напитка. Первый, это называется типонш. Если вы говорите на креоле, ти это значит петит, то есть маленький. Поэтому первый напиток у нас будет называться типонш, а второй плантер. Плантер в переводе с французского означает, когда вы так вот стоите, и потом как планка просто горизонтально падаете лицом вниз. Вот этот напиток, плантер. Оба прекрасные напитки, я на них уже так начал разбираться. Если вопрос с типоншем, он в принципе делается по стандартному рецепту, то плантер, он как борщ, у каждой хозяйки он получается свой. У кого-то получше, у кого-то похуже, но эффект всегда одинаковый. Поэтому давайте начинаем, готовим типонш. Итак, ингредиенты, которые вам нужны для типонша. Нужен ром, можно брать выдержанный, можно брать невыдержанный, это не важно. Потом из важного вам нужен sugar cane syrup, то есть это сироп из сахарного тростника. Потом нужен сахарный тростник непосредственно, lime, ну и собственно все. Теперь давайте это делать. Из инструментов для типонша вам понадобится пила и вот эти палки. Если многие подумают, что это какие-то корни и мусор, нет, это не мусор, мы их будем есть. Это сахарный тростник. Я когда-то рассказывал, когда мы были на ром-дистиллере здесь на мартинике и показывал, как растет вот эти вот палки сахарного тростника. Но нам нужно его подготовить для того, чтобы мы его могли вкусно есть. Погнали пилить. Чуть не улетело. Ну, естественно. Упала случайно за борт. Экологи, спасайте. Короче, получился вот такой вот брикет. Но он еще к использованию не готов. Мы сделали только подготовку. Итак, все ингредиенты на столе. Такой нож, которым я только что пытался до того, как разрезать пилой сахарный тростник, я пытался его отрезать ножом. Поэтому у нас получился такой импровизированный коротыш. Но это не страшно, потому что нам он в таком формате подходит. Значит, что мы берем? Мы берем лайм, ровно половину, отрезаем и выдавливаем в стакан. Лимон, лайм вылит. Если его туда с ним немножечко переборщили, ничего страшного не произойдет. Далее. Сироп декания. То есть это сахарный тростник и из него сироп. Если такой сироп нигде купить не получается, он делается очень просто. Берется тростниковый сахар, просто смешивается с водой, можно подогреть и получится вот такой вот сироп. То есть из обычного тростникового сахара, его в домашних условиях, хендмейт, можно сделать совершенно спокойно. Вот такое, как подсолнечное масло. Короче, наливается четвертая часть. Четвертая часть относительно рома. И теперь мы берем бутылку рома. Ром, кстати, этот дешевый 5 евро стоит бутылка литровая. Я хотел купить другой, но просто этот супермаркет был закрыт, потому что по воскресеньям здесь работает до обеда только один. Поэтому, ну, это типа... Он, кстати, неплохо пьется. Не самый лучший ром в мире, но как бы нормально. Вот, его наливаем 3 четверти, потому что первую четверть мы залили уже сахарным сиропом. Ну, может быть, получилось больше. Это не страшно. Короче, 3 четвертая часть сахарного сиропа, 3 четверти рома. Получилась вот такая вот штука. Лед обычно сюда не кидают, но можно кубик льда кинуть, но это так, исключительно по желанию. Вообще, он пьется теплым и пьется, кстати, очень вполне легко. Но это еще пить нельзя. Далее мы берем сахарный тростник. Вот он. И начинаем его очистить, просто вот срезая с него... Ну, одной рукой и снимать, и резать неудобно. Но сейчас попробую. У него нужно снять только вот эту вот верхнюю часть. Она очень легко снимается. Вообще, ездят тут всякие, мешают жить. Короче, отрезается вот такой вот кусочек, такая планка. Ну, то есть, можно ее делать тоньше, можно делать толще. На самом деле, все, готово. Вот его вот так вот перемешивается. Получается вот такой напиток. Ну, и естественно, естественно, никто не говорит, что мы его просто сделали и не будем при этом пить. Ваше здоровье. Ну, и пьется он маленькими глоточками. Это не шорт-дринк, так хо, и полстакана втянул. Вообще, нужно для этого чуть меньше стакан, но у меня таких нет. Ммм, магически, очень вкусно. И потом, после того, как ром глотнули, от него, он такой, как конфета, сладкий-сладкий, сочный-сочный. Но после него остается жмых. Этот жмых улетает за борт. Вот, доедая первую планку этого сахарного тростника, я подумал о том, что не во всех регионах сахарный тростник можно найти. Чем же его заменить? Я думаю, что чисто внешне подойдет камыш. Или какие-то сорта фруктовых деревьев. Извините. Ну, короче, если нету сахарного тростника, тогда просто пьется типонш без сахарного тростника. Не парьтесь, она ни на что не влияет. Это просто прикольная фишка такая. Вы говорите, как конфету. Естественно, обязательно вот это все пьется на закате. А уже вид, который у вас открывается, может быть абсолютно любой. Эта штука должна передавать исключительно настроение. Ром, который для меня достаточно крепкий. Я обычно мешаю там с колой совсем, потому что я не люблю крепкие напитки. Но вот типонш это единственное исключение, которое я могу пить, потому что он не получается крепкий. Этот сахар его делает таким мягким, мягким и ровным. Поэтому он совершенно замечательно пьется. А если вы еще находитесь в настроении таком романтически предзакатном, это ваш напиток, гарантирую. Ну что, друзья, когда мы были на Мартинике, я вам рассказал о том, это вот в предыдущей части ролика, о том, как делается типонш. И что это такое. А сейчас мы перейдем к второй части. Это плантер понш. Плантер на Мартинике считается упасть планкой. Но вообще значение этого слова абсолютно другое. Плантер это плантатор. Понш это вообще переводится с хинди, обозначает пять. Именно коктейли с пяти ингредиентами. Это и были изначально пунши или понши, которые с плантаторами и колонизаторами из Индии были привезены обратно на родину, в Англию. Так вот, сейчас уже понш совершенно не имеет никакого отношения к пяти. Делается из любого количества ингредиентов. А плантер, насколько я знаю, тут есть две истории. Первая это Ямайка, вторая Барбадос, когда начали делать ром дистиллери, это рома курню, ромаварню, начали ради прома раздавать местный напиток, который быстро бы делался. Поэтому плантаторский пунш или плантер понш, который также был завезен колонизаторами. Но это все сложно. Давайте, короче, его делать. На самом деле это просто обычная отвертка, просто с ромом. Ну что, погнали? Нечего, нет времени объяснять, вперед. Итак, что нам нужен? Нам нужен ром. Так как мы сейчас переехали на Сан-Винсент, то будем пить темный Сан-Винсентовский ром, который называется Сперо. Кстати, отличный ром, если его сравнить с мартиникой. А есть еще у них Сансет. Вот это вообще ядреная гадость полная. Короче, если на Сан-Винсенте пить только Сперо, потому что это действительно нормальная штука. Они зачем-то в ром добавляют тростниковый сахар. Для меня это загадка, потому что все равно делается с соком. Но идем так, как они меня научили. Итак, берем тростниковый сахар. Коричневый здесь, он, кстати, дешевле, чем обычный белый. Потом далее давим туда лимон. В оригинальном рецепте где-то идет 25 грамм. То есть, наверное, целый лимон. Но я очень кислый не люблю. Короче, будет половинка. Вот так вот. Теперь, что это за Плантер Понш безо льда? Я не сильно заморачивался с красивыми кусочками. Короче, такой вот брикет. Это лед, который я покупаю. К сожалению, у нас еще пока не яхта, а именно сейлинг-бот. Лодка становится яхтой, когда на нее покупают ледогенератор. Поэтому у нас еще пока всего лишь лодка. Так, ну что, далее берем ром. Кому сколько нравится его. Ну вот я там сколько-то его налил. Тут явно не полстакана. Я думаю, что грамм где-то до 50 получилось. А теперь самый главный ингредиент, который они здесь все используют. Они берут обычный пакетированный сок. Если вы придете в какое-то покруче место, они могут вам надавить. Ну, персиковый, наверное, нет. Но они вот любят всякое такое вот плотное. Типа там персики, манговый сок. Я не знаю, почему. Мне это не нравится. Но, короче, они пьют его тягучим. И он со льдом получается более-менее разбавленный. Я не люблю, я себе взял с грейпфрутом. Ну что, друзья, а сейчас время заката. И реально вкусно. Плантер Понш, ваше здоровье. Вот, друзья, и подошел к концу наш очередной выпуск. Я думаю, что он вам понравился, потому что лично я люблю алкашку. А если она еще и вкусная, так вообще как бы супер. А если она еще и передает местный колорит и настроение, и вообще атмосферу и обстановку, это значительно круче. Поэтому проверьте, поставили ли вы лайк, подписаны ли вы на ваш... Я не могу это выговорить, блин. Подписаны ли вы на наш канал? Вот, есть несколько фраз, которые я не могу выговорить нормально. Это первое. Подписаны ли вы на наш канал? И второе. Марина Лямаран, Марина Лямаран. Вот, но по радио у меня ее выговорить никогда не получается. Скороговорки. Пока и до новых встреч. Как говорят у нас во Франции, санте.